Давайте поговорим о нынешнем положении Аль-Кудса и Израиля. Я слышал, что некоторые люди, особенно некоторые мусульмане, слушают что-то в ТикТоке и других социальных сетях. И я видел этот тренд, где люди стучат в барабаны, и вы слышите такбир, и люди говорят, представьте себе, что вы слышите этот голос. Я бы побежал к ним, и вы бы побежали к ним. И как мы собираемся к ним бежать? И как вы услышите этот голос? И кто это? И откуда вы знаете, что Аль-Махди связан с нынешней ситуацией в Палестине и Израиле? И прямо сейчас люди спрашивают меня, это знак, что явится имам Махди? Это конец света? Даджаль вышел? Я хочу рассеять некоторые предрассудки, братья и сестры. Коране или Сунни, даже не в слабых хадисах, нет ничего, что устанавливает связь с нынешней ситуацией Палестины и Израиля и имамом Махди. В настоящее время. И иншаллах, я хочу дать вам надежду, в первую очередь на то, что в аяте из Корана, в Суре Аль-Исра, Аллах говорит, что у тех, кто богобоязнен, будет благой конец. То, что происходит сейчас, это процесс. Конец уже близок, иншаллах, и конец будет благим для верующих. Итак, Аллах сказал своему посланнику, много вещей, которые произойдут в будущем. Все это есть в достоверных хадисах, приведенных в Бухари и Муслиме, и приведенных Абу-Даудом, когда речь идет об Аль-Махди. Аль-Махди – руководитель. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, приводит много хадисов о нем. И в других книгах, помимо Бухари и Муслим, хотя Бухари и Муслим ссылаются на него, когда Айса, мир ему, придет, говоря, что Иисус Христос, Айса, мир ему, придет в земли Дамаска, в мечеть с белым миноретом, и он увидит их Амира. Амир означает правитель верующих. Так что в этом случае, иншаллах, это халифат, и Амир отступит, чтобы сказать, что уже время намаза. И скажет Айсе, мир ему, стать имамом в молитве. И Айса, мир ему, скажет, нет. У этой уммы есть свои благословения и лидеры, которые имеют превосходство друг над другом. Итак, вы благословенны, и вы будете имамом. Даже Айса, мир ему, уважает умму Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и он живет по шариату Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это единственная ссылка в Бухари и Муслим, которая говорит о том, что лидером мусульман будет имам Аль-Махди в это время. Но если вы посмотрите на другие хадисы, их называют мутаватер, что означает множество разных повествований. Один за другим, с разных точек зрения, что делает его неподдельным, потому что в нем много подтверждений, некоторые из них слабые. Аль-Махди, мои дорогие братья и сестры, иншаллах, появится. Мы не знаем, вышел ли он уже или нет, это известно только Аллаху, субханаху ва-та'аля. Он выйдет не при падении Палестины, или при падении Израиля. Его выход не связан с этим. Мне жаль вас огорчать. Но, иншаллах, произойдет следующее. Основываясь на достоверных хадисах, все это закончится падением Израиля. Даже если не основываться на священных и религиозных писаниях, тем путем, которым они идут, они не смогут одержать победу. Проблема не разрешилась за 75 лет. И теперь, аль-хамду лилля, пиар-компания против них становится все сильнее и сильнее. Субханалла, мы считали, что социальные сети причиняют нам вред, но в них есть и польза. Есть форма джихада, которую называют пиар-компанией. Поскольку вы знаете, что вы говорите и что делаете, то есть не просто разбрасываетесь словами. Есть люди, которые не молчат. И, аль-хамду лилля, используют людей из числа мусульман и не мусульман для этого джихада. А Аллаху известно лучше. Но давайте не будем спешить с предположениями. Исходя из контекста хадиса, Аль-Махди появится в тот же промежуток времени, когда Израиль падет. Потому что в Бухарии муслим передается, что когда Ай Самир ему придет к нам, он пойдет молиться в Минаруль-Байда. Минарет Айсы. Армия правителя будет там, и они отправятся туда, в Байт-уль-Магдис, Аль-Аксу. Когда Ай Самир ему войдет в Аль-Аксу, армия во главе с имамом Махди будет уже там. И кто еще в это время будет на земле? Даджаль. Христиане называют Даджаля антихристом. Мы называем его Даджаль, одноглазый лжец, лже-мессия. История о нем длинная, но он тоже будет там. Придет Ай Самир ему, и его миссия заключается в том, чтобы убить Даджаля. Хадис, который приводит Абу-Дауд и многие другие, говорит, что Даджаль придет в сторону Аль-Аксы, чтобы сразиться с армией Аль-Махди, то есть с мусульманами. И мы уже будем в Аль-Аксе, до прихода Даджаля. С ним будет 70 тысяч евреев, чье происхождение берет начало у Исфагана или Асфагана, который сейчас есть в Иране. И даже там сейчас живут евреи. Но они мирные евреи, которые не согласны со всем этим сионистским убеждением. Они мирные люди, большинство из них бизнесмены. И на самом деле их называют иранскими евреями. Они не называют себя израильскими евреями, но они из Асфагана. И это означает, что он придет с ними, с 70 тысячами евреев из Асфагана. Это означает, что они рассеялись по земле, но их родословное произошло от Асфагана. Итак, евреи, не находящиеся в Израиле, возвращаются, а Аль-Махди уже там, и тогда явится Ай-Самир ему. И когда он увидит, что Даджаль растворяется перед людьми, он станет убегать, а затем он придет и убьет его своим мечом. Затем он покажет капли крови на своем мече и скажет, если бы это был ваш бог, потому что они верят, что он якобы является их богом. Они верят, что он мессия, но он умрет. И тогда большая группа христиан сами вернутся к истине. Огромная группа тех, кто стал христианами, католиками, ортодоксами, увидят истину и последуют за Исой мир ему. И некоторые ученые сказали, а Аллах знает лучше, что некоторые евреи также последуют за ним. Аль-Махди явится в соответствии с хадисом, приводимым Абу-Даудом и Ат-Тирмиди. Он явится с Дальнего Востока. Где находится Дальний Восток? Есть хадис, в котором говорится о том, что он придет из Хорасана, и черные флаги – это будет знаком. Но это слабый хадис, братья и сестры. В нем нет подлинности того, что это будет Хорасан. Но черные флаги явятся с Дальнего Востока, со стороны Медины, чтобы поддержать имама Аль-Махди. И когда они придут и услышат о нем, Аль-Махди будет бежать от группы народной армии, которая преследовала его, после того, как три сына короля будут сражаться за наши сокровища. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что этим сокровищем будет Мекка. Это наше сокровище, что означает, что она очень дорога нашим сердцам. И эти три царя будут сражаться за него, и ни один из них не получит над ней власти. И поэтому Махди сбежит и будет искать убежище в Мекке, около Каабы. И именно там ученые узнают его. Люди окружат его и будут поддерживать его. А затем армия людей придет за ним, чтобы его убить. Но по какой-то причине земля проглотит их, как приводится в хадисе из Сахиха. И тогда люди услышат о нем, и станет обязательным следовать и поддерживать Амира. И он станет халифом верующих. Это, по сути, все, что у нас есть, братья и сестры. Мы не можем быть уверены. Некоторые люди спрашивают меня, это ли последний час? Я скажу вам то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал своим сподвижникам, когда они спросили у него о наступлении последнего часа. И он сказал, что вы подготовили для этого часа? И это то, о чем нам следует думать, братья и сестры. Что мы приготовили для нашего последнего часа? Мы видим, что происходит по всему миру. Что мы делаем с собой? Что мы делаем со своими семьями? Что мы делаем со своим сообществом? Что мы делаем со своим богатством? Как мы это делаем? Машаллах, я видел много мусульман, идущих на протесты. И я не против этого, но, альхамдулиллах, я увидел пламя в сердцах мусульман, особенно молодежи. На днях я проводил хутбу в своей школе, и, субханаллах, молодежь с 6 по 12 классы, я мог услышать звук падения булавки. Машаллах. Это говорит о том, что в них есть оптимизм. Иншаллах, в этом поколении есть благо. Около 30 лет назад, здесь, в этой мечети, я видел только людей старше 40 лет, люди, которые не знают английский. И не было никакой молодежи. Альхамдулиллах, приходя в любую мечеть, вы можете обнаружить, что в ней много молодых людей. Аллаху Акбар, что-то происходит, что-то меняется. И даже сейчас, зверство и угнетение, которое происходит сейчас, в Палестине, это тоже что-то другое. Аллаху известно лучше. Я верю, что это что-то другое. И все идет по плану Аллаха, субханаху ва-та-аля. Братья и сестры, помните, что я сказал вам? Сто лет, это не так уж и много. Сто лет это мало, а обещание Аллаха приближается. Но взгляните на себя сейчас. Что могут сделать мусульмане? Что мы можем сделать? Мы можем сделать только то, что в наших силах. Поэтому, дорогие братья и сестры, первое и главное, что мы можем сделать, и что каждый может сделать, это ненавидеть и презирать своим сердцем то, что происходит. Второе, дуа. Каждый из нас может сделать дуа. Вы, возможно, думаете, что дуа не имеет значения. Дуа – это осознание. Дуа – это убежденность. Дуа – это укрепление нашей веры. Дуа – наша идентичность. Дуа делает наших детей теми, кем они являются. Дуа дает нам надежду. Дуа делает что-то для будущего. Скажи, не стоит недооценивать дуа. Всякий раз, когда опечаленные люди приходили к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, во времена, когда он не мог им помочь, когда, например, после битвы при Ухуде или битвы при Бадре, посланник, саллиллаху алейхи вассалям, собирал всех и делал дуа кунут. Он призывал мусульман делать дуа. Он никогда не оставлял дуа. Братья и сестры, дуа Аллаху субханаху ва тааля играет большую роль. Это не означает, что вы получите именно то, о чем вы просите. Вы не получите то, чего на самом деле желаете. Но Аллах субханаху ва тааля говорит, что верующие должны доверять Аллаху. Доверие означает, что вы знаете, что Аллах субханаху ва тааля будет вести вас прямым путем. И что когда вы будете стоять перед Аллахом субханаху ва тааля, вы будете среди праведников, иншаллах. Потому что мы доверяли Аллаху. Доверие не значит, что я делаю дуа и больше ничего. Я делаю то, что в моих силах. Номер три. Люди жертвуют на благотворительность. Альхамдулилля, благотворительность важна, вне зависимости от того, что мы можем отправить, чтобы помочь им. Номер четыре. Пиар-компания. Пиар-компания. Многие из нас, альхамдулилля, делятся кадрами, мы информируем людей. Я знаю, что многие ученые говорят, чтобы мы не показывали зверство и думают, что мы не сможем это остановить. Но в то же время, в том, что мы делимся, есть польза. Потому что это также хорошо повышает осведомленность людей и делает нас теми, кому не все равно, иншаллах. Мы учимся больше, чем когда-либо. Субханаллах. Номер пять. Мои дорогие братья и сестры. Это важно. И в этом есть большое знамение о том, почему Аллах не дает нам желаемое. Аллаху известно лучше. Возможно, мы не готовы к этому. Возможно, мы не готовы. Возможно, если Аллах даст нам желаемое прямо сейчас, мы развратимся. Возможно. Аллах знает, что сейчас не лучшее время. А что насчет детей? Что насчет женщин? Что насчет всех них? Мы продолжаем поддерживать их и повышаем наши голоса. Мы просим Аллаха объединить верующих. и спасти и защитить наших братьев и сестер в Палестине и по всему миру. И мы просим Аллаха, субханнаху ва тааля, изменить их положение с плохого на хорошее и от страданий к миру. Пусть Аллах, субханнаху ва тааля, помилует всех мертвых, которых мы считаем шахидами, иншаллах. И пусть Аллах, субханнаху ва тааля, сделает так, чтобы дети ждали с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и ждали у дверей рая. Братья и сестры, смерть — это не потеря. Иногда смерть может быть победой. И они никогда не оставляли после себя поколение, кроме как такое же сильное поколение, как поколение, предшествовавшее им. Вы слышали, что говорит семилетний ребенок в Палестине, в Газе? Вы слышали, как она говорит? Девочки или мальчики? Десять, девять, семь лет. Аллаху акбар! Какая смелость! Какая храбрость! Какой героизм! Ля иляха илляллах! Они не верят, что они проиграют, братья и сестры. Да, им больно. Да. Страдания заставляют их чувствовать, что случилось с уммой мусульман. Это похоже на унижение. Им жаль всех остальных. Но они знают. Они знают, аль-хамду лилля, что смерть неизбежна. С момента их рождения их саваны готовы. Вы знаете, с момента рождения они говорят, я могу умереть в любое время. И когда вы видите, как кто-то из них умирает, да, они плачут. Но вы слышите, что они говорят? За Палестину. Я стану выкупом за свою веру. Я стану выкупом для моего пророка, саллиллаху алейхи ва салям. Так почему же мы должны сдаваться? Братья и сестры. Мусульмане были почти уничтожены в 12 веке монголами. Но Аллах, субханнаху ва тааля, вернул их. И снова даровал силу, и даровал победу, пока Аллаху, субханнаху ва тааля, не вернул Ислам, мусульман, справедливости и блага. Мои братья и сестры, я хочу завершить эту речь аятом из Корана, где Аллах, субханнаху ва тааля, говорит. Абазар, субханнаху ва тааля, вернул их. Аллах говорит в суре Ибрахим. Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены. Аллах также сказал, никоим образом не считайте мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа. Радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. Пусть Аллах, субханнаху ва тааля, устранит страдания наших братьев и сестер в Палестине и во всем мире. О, Аллах! О, наш Господь! Даруй им победу. О, Аллах! Защити их. О, Аллах! Помилуй их мертвых. О, Аллах! Пусть их дети будут их заступниками в судный день. О, Аллах! Прости нам наши недостатки. Помоги нам и направь нас к тому, что тебе угодно. О, Аллах! Помилуй их и помилуй нас. О, Аллах! Направь нас на истину, тех, кто заблудился. О, Аллах! Мы просим тебя сохранить наши сердца твердыми. И помоги нам остаться такими стойкими. О, Аллах! Прими наши дуа и исполни обещания, данные тобой. О, Аллах! О, Аллах! О, Аллах! Продолжение следует...